Их служба и опасна, и трудна. Но порой вызывают только негодование со стороны водителей и пешеходов. Мы начинаем цикл репортажей о работе Екатеринбургского ГИБДД. Мои коллеги побывали там, куда обычным горожанам вход воспрещен. Теперь все секреты мы готовы раскрыть вам. Сегодня под прицелом журналистов центр автоматизированной фиксации нарушений. Место, откуда ежедневно рассылают тысячи писем счастья. Сколько екатеринбургских водителей ежедневно попадают на фото, и можно ли оспорить данные с дорожных камер, узнавал Антон Захаров. 24 камеры, 15 человек, 4000 нарушений в сутки. Центр автоматизированной фиксации ГИБДД Екатеринбурга заработал в 2011-м, когда в городе появились всего три дорожных камеры на Кольцовском, Новомосковском и Сибирском трактах. Тогда устройство фотографировали гонщиков. Сегодня количество камер выросло в 8 раз, как и спектр нарушений, которые они способны выявить. Работают по скоростному режиму, по выявлению движения по полосе общественного транспорта, когда машина нарушает данные правила дорожного движения. Один сотрудник центра в день обрабатывает по 700-800 фотоматериалов. На одно письмо счастья тратится примерно 40 секунд. Инспектор контролирует качество фото. Госномер должен быть четким, а в кадре всего один автомобиль. Затем выносится постановление о штрафе. К концу рабочего дня все постановления о нарушениях уже уходят на почту. Как признаются специалисты, техника не подводила ни разу. Случаев, как в Москве, когда водитель получил штраф за тень от своего автомобиля, на уральской земле не было. Датчики постоянно калибруются и проходят сертификацию. Обвести устройство вокруг пальца, по словам инспекторов, также не получится. Те, кто решат заклеить часть номера, рискуют остаться в дураках. И помимо штрафа за превышение, получить еще один. У нас нет нарушителя, но у нас есть марка транспортного средства, которая четко определена на фотоматериале. У нас есть госномер с несенным изменением. Ведь не так тяжело догадаться, какая там цифра, либо буква завешена. Их как бы не так уж много. Данный фотоматериал будет передан в книгу учета совершенных преступлений для розыска и привлечения к административной ответственности. При том, что система не ошибается, каждый день в ГорГАИ приходят люди, чтобы разобраться, за что конкретно им пришло письмо счастья. При центре автоматизированной фиксации существует специальный отдел по работе с населением. Задать вопрос инспекторам можно в ходе личного визита по телефону, на сайте или по почте. Как правило, за разъяснениями по работе видеосистем обращаются люди, которые недавно продали свою машину. А новый владелец не поставил ее на учет. Такие ситуации рядовые и обычно решаются очень быстро. Не видел штраф, не уверен, продал, хочет посмотреть, его ли это машина. Больше разобраться, потому что спорить-то нет смысла. Как говорят специалисты центра, количество автоматизированных постов фиксации с каждым годом будет увеличиваться. Дорожные камеры беспристрастны в своей работе. Компьютеру неведомо жалость, симпатия или чувство личной выгоды. Исключается человеческий фактор, коррупционная какая-то составляющая в качестве инспектора. Незримое того, которое следит за нами и фиксирует административные правонарушения, независимо от кто управляет транспортным средством. Впрочем, как уверяют инспекторы, полностью заменить дорожных полицейских компьютерам не удастся. Выявить некоторые нарушения и быстро разобраться в ситуации пока под силу лишь человеку. Антон Захаров, Ярослав Прохоров. Новости Екатеринбург.